Здравствуйте, меня зовут Андрей Широков, клуб Эфра Пирода Целитель. На консультации был случай, значит, пациент придерживается вегетарианской еды, и я не уточнял, да, здесь очень важно понимать, что вегетарианство может быть, в принципе, полностью сыроедным, да, а может быть и вообще полностью мертвым, потому что я был вегетарианцем раньше, и веганом, и так называемым младовегетарианцем, когда есть яйца и молочка, да, ну еще можно назвать это лактовегетарианцем, ну у меня практически, у меня ничего не было живого, и это сыграло достаточно такую злую шутку, это важно учитывать, ну просто очень интересно то, что вот в конкретном случае у пациента было видно, что есть печеночный сосальщик, и здесь очень важно отметить, токсины печеночного сосальщика сильно давят по щитовидке, вообще состояние печени сильно отражается на щитовидке, щитовидка как хозяюшка реагирует, вообще есть такая очень тесная связь, вот, и вот в конкретном случае печеночный сосальщик как бы через интоксикацию, и вообще изменение работы печени, когда там сидит какая-то дрянь, понимаете, печень вообще неправильно работает, и сигналит, щитовидка получает как бы информацию, что не все в порядке с печенью, и тоже выходит из себя, хотя сама по себе она может быть здорова, просто она начинает работать, скажем так, тоже в искаженном варианте, и в конечном итоге это влияло на, в текущем состоянии, на белковый жировой обмен, биолокационно было видно, что есть падение по белкам и жирам, по сути это картина истощения, и по весу здесь можно ничего не увидеть, человек может при этом наедаться там всяких булочек, и стимулировать синтез глюкокортикоидов, опухать, и обмен веществ, как бы, скажем так, шел по вот такой, как бы, в сторону отечности, при заблокированном очищении, не забывайте, что, ну вот, та же вегетарианская еда, она, по сути, блокирует шлюзы очищения, это желудочно-кишечный тракт на очищение внутренней среды, только количество, сколько раз вы сходили в туалет, здесь, вот, не является показателем, что очищается именно внутренняя среда, так вот, интересно, что падал белок, да, но при этом человек сказал, ну, я вот, хоть и вегетарианец, но вот белки ем, и здесь очень важно отметить, что, ну, а какое, что от того, что вы ели какие-то белки, вы же не вносили именно свои собственные белки в вашу внутреннюю среду, это у вас белковая пища, ну, у нас с вами есть ролики, где мы разбирали, и я напомню, как я вижу эту ситуацию, что никакие белки наш организм не собирается усваивать ни в качестве белков, да, это уж точно, и с этим и наука согласится, что все-таки нам нужно это как-то расщепить, но расщепление доаминокислот происходит именно с субстратом из сырых трав и овощей, то есть не плодовой части растения, и там, да, до аминокислот идет расщепление, и дальше эти аминокислоты пытаются доставить митохондриям, к сожалению, частично они все равно остаются во внутренней среде, в мембранах, в межклеточном матриксе, и искажают вообще строение нашего тела, и я это тоже биолокационно нахожу вот у пациентов, что вот столько-то как бы неправильных аминокислот, я уж, я говорю про сырые, я уж молчу про термически искаженные, да, они и митохондриям не пойдут, и вообще, не дай бог, если попадают внутрь, то встраиваются в нашу структуру и искажают наш метаболизм. Так вот, вернемся к аминокислотам, да, да, аминокислот наши ферменты могут разложить, если справятся, да, потому что если мы даем какой-то такой трудно обрабатываемый материал, как, например, те же сырые орехи, сырые семена, да, и травы, и овощи, да, вот, значит, ну, мы сейчас говорим именно про неплодовую часть растения, это будут вот травы, овощи, даже если получается добраться и хоть частично обработать, то это идет митохондрием, это нас закисляет, то есть это уже не в плюс энергетический, а что касается плодовой части растения, то там немного другие ферменты, и они пытаются полностью разрушить белок до основания, то есть до воды, СО2 и аммиака. И это просто нагрузка, то есть по сути получается любая белковая пища, то есть любой белок, даже плодовой части растения, это просто нагрузка и испытание. Поэтому я как бы объяснял там пациенту, что, ну, вы просто только изнемождали себя этим белком, да, никакого отношения к вашему настоящему внутреннему белковому обмену, то есть синтезу белка в клетках, конечно же, принятый извне белок не имеет. Он может только вывести из строя организм, тем самым ухудшим, но улучшить он ничего точно не может. Еще, может быть, фруктовые углеводы в небольшой дозе, да, они, ну, дают энергетику, да, в плюс мы выходим, и то в небольшой. Поэтому вот здесь вот такой интересный момент, да, и про печеночного сосальщика, и про щитовидку, и про белок. Все с вами обсудили. Андрей Широков, Клуб ПФР, Парода Целителя.